съездили в магазин купили немножко продуктов и купили из хозяйственного еще мужики мои не дали денег на 8 марта купили вот новый чайник вот такой бейкер если видно вот красавец мужчина 1560 он стоил у нас держинск-вежегородская область бейкер называется ручка такая вот у него гелитовая цвет под дерево на 3 литра какой-то довольно тяжеленький посмотрим внутри мы все посмотрели все проверили это так вот понимается еще купила на эти деньги блинную сковородку давно хотела вот я взяла свой выбор остановила на не невской него металл посуда летом пока вот взяла двадцать второй диаметр с этой стороны ну так а тыла на 1290 вот так как-то 1300 в общем так вот такие две покупки еще взяла я себе краску балет оттеночную такой вот чайник я сказала потом купили еще кошачьи вот такие вот были по акции purino one для домашних кошек с индейкой с лаками я взяла таких вот три штуки три взяла и выбор там был небольшой и вот такую говядину пшеницу взяла 750 граммовки они они были по 209 рублей штучка я взяла потому что я кормлю своего и уличным тоже даю кроме обычной еды еще и на такой вот даем потом взяла еще макарончик это мы были в биле макароны перья взяла по 40 рублей 450 грамм и вот такие вот еще макарончик макарончик они 6 минут варится тоже 450 грамм тоже 39 90 40 рублей короче вот понравились мне еще там вот такие вот ушки поджаристые 166 рублей здесь в коробке полкило и взяла еще вот такие яйца 20 штук упаковки синявские они были по 149 рублей то есть 70 рублей десяток получается по акции была вот такая мука рязаночка два килограмма 45 рублей сейчас вся мука блин сотню да еще сотню с копейками а это считаю по 45 рублей по акции я пожалела надо было две взять потому что я много пеку и она быстро уходит и хлеб и и всякие кексы все пеку муж взял себе вот такой кетчуп макеев ему нравится в этот раз он взял татарский они были по 30 рублей штучка здесь 300 грамм вот купили две что еще взяли вот такой вот сок сантал сантал или сантал белгород делает написано лесные ягоды ну так себе больше воды мне кажется купила еще для кота такой вот курином в этих упаковочках с курицей для домашних кошек пять штук одну уже сейчас отдала котенку уличному подкармливаю его и вот как я вам говорила еще вот упаковки в муан 4 у меня упаковки сейчас покажу на полу поставила 4 упаковки по 750 грамм каждая была 209 рублей здесь в общей сложности у меня получилось 3 килограмма ну и все пожалуй больше ничего нету да папа ничего больше не покупали ну все а еще у меня развилась банка из-под ножей она была стеклянная киевская и мы купили сейчас я отстегну и мы купили вот такую просто железную просто железную купили такое на для ножек для ножей вставили туда вот эти вот штучки и туда выткнули ножи а это вот так бомбок у нас ставили она правда немножко великовата но когда стоит это не видно думаю что она великовато были у нас дешевые в магазине где-то рублей 500 600 разноцветные пластиковые но все расхватали на 8 марта вот я вот эту видала это она была последняя 187 рублей по моему что ли она была я думаю пойдет хотели сначала обрезать вот эти штуки так как они это великовато но потом передумали хочу сюда бантик завязать вот красиво мы все пожалуй сегодня масленичная неделя идет и я тоже буду как все печь блины есть у меня немножко кефиру я сделала эти блиночки на нем пол литра кефира нагреть немножко в ковшике но не кипятить как только кефир немножечко остынет добавляем 2 яйца туда и высыпаем сахар еще и добавила сахару две столовых ложки еще добавила немножко ванильного сахара тоже сюда его высыпала все это добавляем к кефиру нужно будет 200 250 грамм муки в зависимости у кого какой плотности мука и добавить туда чайную ложку разрыхлителя и и муку будем добавлять постепенно кефиру я вам все покажу кефир добавляем яйцо добавляем сахар ванильный сахар можно немножко добавить щепотку соли по вкусу можно не добавлять все перемешиваем муку перемешали и добавляем где-то столовую ложку растительного масла также добавила немножко масла на сковородку включила сейчас она у меня нагреется купила новую сковородку сейчас протестирую как раз тесто перемешала с маслом и и поставила поставлю поближе к сковородке приготовила также тарелку лопатку сейчас еще можно сходить со сливочным маслом сковородка нагрелась наливаем тесто распределяем ждем поставила на вторую с конца заворачиваем и сейчас еще подождем с другой стороны блинчик поджарился из другой стороны переворачиваем его на тарелочку так сейчас испечем все блинчики половничек у меня маленький так что я буду делать маленькие такие блинчики сковородку у меня на 22 в диаметре блинчик сразу смазываю маслицем сегодня у нас блины на кефире будем кушать с сиропом из персиков или абрикоси там сейчас открою что-нибудь сняла второй блинчик и что-то сковородку очень хорошо что-то сковородку очень хорошо чтобы не сквозить базовый блинчик маслицем и налила уже следующий и так испеку все блиночки вот такие блиночки я напекла вот такого плана на кефире такие вот тоненькие они в них можно что-то завернуть и если например вы положили две столовых ложки сахара можно творог завернуть если чуть-чуть положить сахара можно и мясо и печень завернуть яйцо с луком что хотите такие вот всем приятного аппетита кто сейчас завтракает, обедает или может быть ужинает буду с чайком чаек себе заварила параллельно еще жарю котлеты сейчас я это свет нажму котлеты у меня из говяжьего фарша сейчас вкратце расскажу добавила туда укропчику свежего можно добавить туда сладкого перца мелко нарезать я за место перца положила сладкую паприку можно и так и так соль перец по вкусу два белочка фарш у меня уже был готовый говяжий все это перемешиваете формируете котлетки обваливаете это все в муке и жарите двух сторон до корочки на гарнир буду подавать рис сейчас поставлю варится стакан риса два воды и немножко поварится чайная ложка соли до выкипания воды продолжаю выпекать блины сегодня я буду делать это на молоке у меня топленое можно взять любое по рецепту идет 900 миллилитров я все сделаю в половину 300 грамм муки просеянной в муку добавляем 3 столовых ложки сахара чайную ложку соли 1 яйцо 1 яйцо 1 яйцо 1 яйцо все перемешиваем добавляем пол порции молока еще раз замешиваем чтобы не было комочков и добавляем вторую порцию молока и все тоже размешиваем и в конце добавляем 2 столовые ложки растительного масла нагрела сковородку смазала немножко растительным маслом и буду выпекать блины блинчики блинчик испекся переворачиваем попечем еще минутки 2 на другой стороне блинчик испекся снимаем его перекладываем на тарелочку и так печем все блиночки блиночек смажу сливочным маслом можно сделать с мясом пожарить фарш с луком добавить соль перец паприку можно добавить все это потушить минут десять-пятнадцать и когда все немножко охладится сделать из блинчика мешочек кладете одну-две столовые ложки начинки сворачиваете блинчик и можно завязать сыром косичкой или можно луком тоже красиво будет зеленым также можно с творогом можно с какими-то ягодками сделать начинки совершенно любые какие вам нравятся вот такие у меня получились блиночки сейчас я их открою сейчас я их открою вот такие мягкие такого плана можно завернуть любую начинку они довольно мягкие получается у меня есть сливовое варенье у меня есть немножко рыбы соленой у меня есть еще со вчерашнего ужина остались парочку котлет говяжьих можно на худой конец и котлетки завернуть но у кого есть фарш можно фаршем сделать с луком как я говорила с паприкой с соль перец вот можно сделать сладкие можно сделать с бананами с любыми фруктами можно с творогом так параллельно я еще отварила компотик из сухофруктов такую сейчас я вам покажу здесь идет абрикос здесь этот изюм красный изюм белый красный черный изюм черный изюм белый груша яблоки и чернослив еще попадаются прямо купила у нас продают в Дзержинске по 150 рублей по 150 рублей прямо набор для компота вот взяла полкило попробовать и сварила компотик разделила на 3 части вот одну часть сварила на 2 литра варила 10 минут после закипания потом выключила закрыла крышку он настоялся можно добавлять сахар и пить параллельно запекаю в духовке этот как его называть свинину поставила на 200 градусов она у меня уже была маринованная я ее разморозила поставила добавила немножко растительного масла поставила ее на 35 минут при 200 градусах осталась одна минутка тем временем отварила до полной готовности картофель в подсоленной воде слила его сейчас я это все выкладываю на противень сбрызгиваю растительным маслом и положу еще кусочки сливочного немножко и поставлю в духовку запекаться до румяности от получаса до часа в зависимости какую румяность вы любите потому что картофель он почти готов я его варила где-то минут 10-15 вот так вот так смазала маслицем сейчас еще добавлю сливочного масла пару кусочков так вот так вот посыплю еще розмаринчиком вынимаю свинину на это место поставлю картофель на крючок на крючок на 30 градусов на 30 минут будем ждать в одну я положу рыбки нарезала соленые рыбки в одну заверну погрела две котлетки сделаю еще с котлетками нужно вот так вот и так можно сладкий сделать у меня со сливой есть варенье вот я и так ты еще немножко в меня есть клубники Чуть-чуть клубничного сиропа, немножко помажу. Еще у меня открылась баночка с абрикосами, можно с абрикосами сделать. Абрикосы здесь идут в сиропе. Рецепт я на канале показывала. Так можно сделать с любой начинкой, какая у вас есть. И со сливой еще одну сделаю. Всем приятного аппетита, кто сейчас завтракает, обедает, может быть ужином. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!